МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болезнь не лечится, а загоняется вглубь, пишет газета. Впрочем, большая часть сотрудников не нарушает законы и отчаянно держится за зарплаты в 50-70 тысяч рублей, оговаривается издание. Информполис перед очередной годовщиной вывода войск из Афганистана публикует непричесанные воспоминания воинов-афганцев. Они считают, война началась, потому что США готовились ввести под боком Советского Союза в Афганистан ракеты средней дальности. В войне участвовали спецслужбы США и Китая. Было много наемников. С советской разведкой сотрудничали местные жители, часто по политическим мотивам. Многое кажется и сейчас странным. Если колонна едет через кишлак, тут же сбегается толпа любопытных детей. И случалось, кто-нибудь попадал под колеса машины. Тогда следовало немедленно остановиться, позвать особиста, чтобы вызвал офицера местной контрразведки, который уже будет вести переговоры о компенсации за гибель ребенка. Обычно это был или мешок, два муки, или бревна, коробки консервов и тому подобное. Если не остановишься и поедешь дальше, в следующий раз в окрестностях колонну непременно обстреляют. Другие интересные подробности в статье «Последняя война империи». Вечерние Улан-Удэ-Недели разбираются в вопросе, кому выгодны многочисленные платные школьные олимпиады, на задания которых не могут ответить сами преподаватели. В советской школе работала система отбора сильнейших учеников. Победители олимпиад могли рассчитывать на внеконкурсное поступление в ВУЗ. Само собой, разумеется, дети выполняли задания самостоятельно, в присутствии наблюдателей. Сегодня же они платят взнос от 47 до 500 рублей и получают задания для выполнения домой. Естественно, многие родители, чтобы их чадо получило призовое место, часами сидят в интернете, подыскивая варианты ответов, обзванивают знакомых и родных. Заметьте, не дети, а родители делают задания. Спрашивается, а какой во всем этом смысл? Педагоги заверяют, это все для портфолио вашего же ребенка. Но учитывается ли в дальнейшем где-либо это самое участие в подобных битвах? Оказывается, при поступлении в ВУЗ на подобные дипломы не смотрят. Имеют вес только те олимпиады, которые проводит Минобразование. В министерстве сообщили, что все мероприятия по их линии бесплатные. Что касается олимпиад типа российских медвежонок, кенгуру, тут выбор за родителями. Хотят они, чтобы их ребенок принимал участие или нет, это их дело. Заставить платить деньги их никто не может. Между тем, например, в 2011 году в Бурятии в такой бизнес-олимпиаде было зарегистрировано более 24 тысяч школьников. Если это число умножить всего лишь на 47 рублей, получается более миллиона. Кому же выгодно проведение таких конкурсов? Об этом в вечерке, которая выйдет в пятницу. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Дарья Белоусова, Алексей Юнагаев, Алексей Щербаков. Новости дня.